Большинство из нас очень любят говорить о здоровье и жаловаться друг другу на самочувствие. Но все-таки вот о некоторых проблемах не принято говорить, а некоторые процедуры не принято обсуждать даже с близкими. Например, колоноскопию. Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». В эфире программа «Звоните доктору». Знакомьтесь, пожалуйста. Сегодня у нас в гостях врач-хирург-эндоскопист, главный внештатный эндоскопист Минздрава Самарской области Алексей Жданов. Главный эндоскопист Центральной дирекции здравоохранения ООО РЖД. То есть все-таки больше по железным дорогам. Но, тем не менее, это 85 клиник. Да, это отдельный регион, можно сказать, Российской Федерации. Итак, тема сегодняшней программы «Найти и обезвредить». И, в общем-то, вся программа будет посвящена такой проблеме, как ректальный рак. И, наверное, прежде всего, давайте разберемся с понятиями, да, уколы ректальный рак. Что это такое? Вы очень хорошее вступление сделали перед нашей передачей, сказав о том, что некоторые процедуры, они как неприятные процедуры, болезненные процедуры, о которых не принято говорить, о которых принято скрывать в нашем обществе. Например, затронули тему колоноскопии, а теперь уже затронули тему колоректального рака. На самом деле колоноскопии, колоректальный рак, они тесно между собой переплетаются. Это как… Словом «кола». Да, это как день и ночь, одно сменяет другое. Почему важно проходить вовремя скрининговые диагностические исследования толстой кишки, скрининговые исследования желудка? Потому как именно во время этих скрининговых исследований находятся те заболевания, которые являются предраковыми, выявляя предраковые заболевания и влияя на них, то есть удаляя их вовремя, проводя лечение предраковых заболеваний, мы не допускаем развития того же самого колоректального рака, который на сегодняшний день в Самарской области занимает лидирующие позиции в структуре заболеваемости и структуре смертности. И пускай наших телезрителей не смущает это показатель, потому как это показатель, наоборот, цивилизованного общества и цивилизованного государства. Государство – это как раз болезнь современного человека, который характеризует наш с вами образ питания, это характеризует наш с вами образ жизни, стрессы, те, которые испытывает человек в современном обществе, начиная от стояния в пробках, заканчивая какой-то сложной, важной, нужной работой, неправильное питание, нет времени на себя, потому что мы очень много времени проводим на работе, посвящая себя другим, но забывая о том, что нужно и собой заниматься, и вовремя проходить обследование. И вот как раз, например, колоноскопия – один из таких видов диагностики, которую каждый взрослый человек старше 40-45 лет должен обязательно регулярно проходить для того, чтобы не допускать развития онкологических заболеваний. – Давайте, наверное, мы все-таки начнем с… Почему я сразу вас спросила, что такое околоректальный рак? Потому что это, ну, условно говоря, худшее, к чему можно прийти, если не диагностировать организм и не обращать внимания на себя, да. Так вот, это рак чего? – Это заболевание онкологической ободочной прямой кишки. – Вы сказали, что это не просто проблема, а бич, и причем Самарская область прозвучала. Почему? – Потому что Самарская область, как в числе лидирующих областей в нашей стране, которая как раз большая, крупная, где современный ритм жизни, где люди живут, как правило, в крупных городах, а колоректальный рак – это как раз болезнь современного человека. Чем более мы становимся современными, тем меньше мы, к сожалению, начинаем следить за собой. И больше у нас вредных факторов, таких вот, как нагрузки, стресс, неправильное питание и так далее. Поэтому у жителей сельских районов возможность заболевать… Не возможность, а по статистике заболевания сковоротальным раком, она меньше, чем у современных городских жителей. – Ну, а на примере области вы это видите? – Ну, на примере области мы это видим. К сожалению, такой статистики уж прям в цифрах не ведем, но это прослеживается. Вы сказали, что необходимо регулярно проходить обследование, проходить колоноскопию. Но, в общем, человек же так устроен, что если у него ничего не болит, ну, вряд ли он пойдет и решится на процедуру колоноскопии. Вот, собственно, я и хотела с вами обсудить вообще, что это за процедура, для чего, что она себе представляет, почему на нее страшно решиться. Но сначала все-таки должно что-то насторожить, просто так вот взять и пойти. – Вопросы очень интересные. Я думаю, что если этот вопрос бы адресовать мужчинам, немножко в другой форме его организовать, если у вас автомобиль работает исправно, возит вас хорошо, у него ничего не гремит, не стучит подвески, поедете ли вы на техническое обслуживание или будете ждать, пока он начнет разваливаться? – Ну, раз в год, да. – Я думаю, что и мужчины, и современные женщины, автоледи скажут, да нет, конечно, я поеду на профилактический осмотр, на профилактическое ТО, для того, чтобы у меня автомобиль служил долго. К сожалению, к своему организму люди относятся зачастую не так, а именно ждут, пока что-то начнет отваливаться, ломаться, чтобы потом начинать искать, что произошло не так, и по возможности исправить. Но, к сожалению, человек – это не машина, и невозможно какой-то узел, агрегат убрать, поставить новый и дальше ездить. К сожалению, иногда бывает так, что проблема появляется и начинает себя проявлять уже поздно, на тех стадиях, когда исправить и вернуть назад было и здоровье уже не получится. И в том и коварство онкологии заключается в том, что она, особенно онкология ободочной кишки, онкология желудка, о том, что она никак себя не проявляет до появления поздних жалоб, которые соответствуют уже запущенным формам колорактального рака или рака желудка. Эти жалобы могут быть, видите, появление крови в калии, выраженного болевого синдрома в одном каком-то, в одной какой-то области, как говорила Фаина Раневская, здоровье – это когда у вас болит в разных местах, вот когда у человека начинает болеть в одном месте и долго, надо задуматься о том, чтобы все-таки сходить к врачу, а не терпеть эту боль, запивая таблетками дома. Появление запоров, снижение гемоглобина крови, слабость, необоснованное, ни с того ни с сего вдруг внезапное похудение, когда вам начинают родственники или ваши друзья говорить, что ты начал худеть, цвет лица нездоровый. Это те жалобы, которые как раз свидетельствуют, могут уже о запущенном заболевании. Себя предраковые заболевания никак не проявляют, к сожалению. Поэтому к колоноскопии нужно сделать шаг осознанный, не ждать, что что-то заболеет, а достигнув определенного возраста, как я уже сказал, по общепринятым международным рекомендациям, это 40-45 лет, как рекомендуют ведущие ассоциации гастроэнтерологов, онкологов, эколог-практологов, и пойти на первые в своей жизни эндоскопические исследования желудка и ободочной кишки, если ранее в жизни таких исследований не было. А дальше их регулярно нужно производить. Кроме того, человека должно насторожить, если у него в близком окружении, у близких родственников была онкология, особенно онкология желудка, онкология ободочной кишки, потому как имеется определенная наследственная предисположенность к этим заболеваниям, не к самим заболеваниям, не рак наследуется, а наследуется предисположенность именно к ним. И это научно доказано, что если у близких родственников были такие заболевания, то у пациента может быть больше вероятности, чем у пациента, у которого в роду не было онкологических заболеваний. Кроме того, на сегодняшний день в Самарской области действует программа онкоскрининга. Это государственная программа, реализуемая Центрами амбулаторно-онкологической помощи, Самарским областным онкологическим диспансером, поликлиниками. Это огромная программа, которая включает в себя диспансеризацию пациентов и обследование пациентов на такой показатель, как кал на скрытую кровь, которым можно сдать этот анализ в любой поликлинике. Анализы эти проводятся в нескольких лабораториях, которые имеют очень серьезное современное оборудование, очень чувствительное к наличию крови в кале. И этот анализ, если он положительный, приходит, это еще один из поводов обратиться все-таки к своему лечащему врачу в поликлинике, либо где вы наблюдаетесь. У любого человека должен быть обязательно наблюдающий его семейный врач или врач-терапевт. И попросить назначить вам колоноскопию, потому как это очень серьезный повод обратиться к врачу-эндоскописту на эндоскопическое исследование. А если анализ отрицательный, можно не беспокоиться? Беспокоиться все равно нужно, но сдать анализ, если вы боитесь сделать первый шаг сразу на колоноскопию, хотя бы сдайте кал на скрытую кровь и посмотрите, если этот анализ положительный, то точно сомневаться не нужно. Если он отрицательный, это еще не говорит о том, что нет проблемы, потому как у любого исследования, у любого анализа есть погрешность определенная. И если анамнез отягощенную пациенту, все-таки у самого пациента была ранняя онкология, либо у его близких родственников была онкология, лучше все-таки колоноскопию проходить регулярно. Некоторые пациенты, получив направление на колоноскопию, выбрасывают его в мусорное ведро, если есть боли, то пьют таблетки и, в общем-то, не идут. Почему все-таки создался такая страшная аура вокруг этой процедуры? Много на эту тему обсуждал, раньше с вашими коллегами, мне кажется, даже и с вами такие темы обсуждали, но нас не постоянно смотрят зрители. Давайте еще раз повторим. Я очень люблю журнал «Яролаж». Все мы с вами его в детстве смотрели. И помните, такой есть «Яролаж», где школьников привели на прививку, дети сидят в коридоре, переживают. Вот выходит мальчик из процедурного кабинета и говорит «Вот токенная игла». И все дети сразу начинают им предлагать жвачки какие-то, машинки «Сходи за меня, привейся». Вот отчасти все эти мифы и все эти рассказы и страхи, они порождаются теми, кто прошел исследование. Но самое главное, прошел это исследование давным-давно, в эпоху, когда эндоскопия еще становилась как специальность, когда она только зарождалась в нашей стране, когда эндоскопы были далеки от современных требований безопасности и комфорта для пациентов. Ну что скрывать? И уровень докторов был недостаточно высок для того, чтобы безболезненно проводить колоноскопию, безболезненно проводить гастроскопию. Не было седации для того, чтобы выполнить эти исследования с обезболиванием. И вот тогда эти слухи так и зарождались о том, что это ужасная процедура, невероятные мучительные исследования. Но по опыту могу сказать, что колоноскопия болезненна примерно у 5-7% пациентов, кому она производится. Так вот эти 5-7% пациентов, как правило, и ходят рассказывать всем о том, как это было ужасно, ни в коем случае туда больше не ходить, и я сама тоже туда не пойду, или я сам туда больше не пойду. Потому что человек, для которого колоноскопия прошла безболезненно, он ничего не будет говорить. Для него это не было ярким событием в жизни. Для него это как поход в прихмахерскую. Вряд ли кто-то, выходя из прихмахерской, будет кричать о том, как это было ужасно, как это было больно и так далее. Ну, сходил и сходил, ничего такого в этом нет. Так же, как сейчас поход к стоматологу. Это не какое-то невероятное событие, как это было до появления современных анестетиков. Когда это было больно, ужасно и так далее. Но сейчас же никто не сидит, не ждет, пока начнет разваливаться зуб, потому что страшно идти к стоматологу. Но страх остался. Но в какой-то степени все-таки уменьшится. Так же и с эндоскопическим исследованием. Все идет из прошлого, сейчас все меняется. Ну, наверное, чтобы не быть голословными, давайте, может быть, сходим в клинику и посмотрим, как проводится процедура. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жительница Самары Светлана Назарова следит за своим здоровьем. В ходе профилактического эндоскопического обследования кишечника у женщины обнаружили полип. Через две недели последовала операция по его удалению. Я сама являюсь медработником, естественно. Я всю эту ответственность понимаю, в том плане, что это нужно обязательно всем лицам, достигшим 40 лет, обязательно нужно пройти в плановом порядке. Это обследование колоноскопии. Подготовку сначала провела дома, пришла на обследование, меня обследовали, и все было спокойно, безболезненно, абсолютно. Подготовка – важный этап колоноскопии. В течение трех дней до процедуры пациенту необходимо отказаться от растительной пищи. А накануне обследования начать принимать препарат по схеме. Через пять часов после приема последней порции препарата пациент приезжает к нам в отделение, и, собственно говоря, где и проходит исследование. Сама процедура длится порядка 15-20 минут, но, опять же, зависит от того, пациент выполняет исследование с наркозом или без. Если с наркозом, то длительность процедуры увеличивается до 30 минут. По желанию пациента колоноскопия проводится под наркозом. По словам медиков, это безболезненный, быстрый и информативный способ диагностики. Врачи рекомендуют проходить эту процедуру по показаниям. А после 45 лет, или если у родственников в анамнезе были случаи онкологических заболеваний кишечника, проходить колоноскопию регулярно. Вы до начала сюжета еще говорили о том, что оборудование такое замечательное, комфортное для пациента. Насколько часто, как быстр прогресс в этой области, насколько часто меняется оборудование? Очень важный вопрос, потому что эндоскопия – это одна из технически зависимых, очень сильно технически зависимых специальностей в медицине. Без оборудования мы, к сожалению, ничего вообще сделать не можем у нашей специальности. Это у хирурга, есть золотые руки, которыми он работает, и он менее задействован, скажем так, зависящий от оборудования. Эндоскопия без оборудования не сможет сделать ничего. Современное эндоскопическое оборудование позволяет осмотреть слизистую желудочно-кишечного тракта в высоком разрешении. Если сравнить, например, по степени развития эндоскопического оборудования, представим, что 10 лет назад какие были телефоны, и какие сейчас у нас стали телефоны. Если 10 лет назад никто даже не думал, что на телефон можно снять кино или сделать качественную фотографию, то сейчас это вполне реально. Оборудование эндоскопическое шагает такими же темпами, как и современная электроника, которая в бытовых нуждах используется у нас у всех с вами дома. В Самарской области, начиная с 2020 года, идет обширная модернизация клиник и поликлиник первичного звена здравоохранения, больниц, которые оказывают онкологическую помощь. Туда устанавливается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет с очень высокой точностью производить эндоскопические исследования. Вы сказали, что исследование проводится под седацией. Может быть, не всем понятно это слово. Это анестезия, это полуанестезия. Что это такое? Слово седация в медицине может подразумевать различные понятия угнетения сознания пациента во время исследования. Седация однозначно это вмешать процедуру, в результате которой пациент выключается на время исследования. Степень погружения человека в сон, скажем так, чтобы было понятно нашим телезрителям, она определяется врачом-анестезиологом в зависимости от того, какие исходные данные он имеет о пациенте. Некоторым пациентам вообще противопоказано проведение анестезиологической седации. Риск от обезболивания не должен превышать риск от самого исследования. Одно дело, человек говорит, я боюсь, что мне будет больно. Другое дело, реальные риски, например, от наркоза, которые оценивает врач-анестезиолог. Поэтому здесь нужно все взвешивать за и против. Однозначно для седации также должны быть показания, как и для самого исследования, которые определяет ваш лечащий врач. И также могут быть противопоказания, которые определяет врач-анестезиолог. Но, тем не менее, в большинстве клиник, где проводятся эндоскопические исследования, как правило, налажено возможности выполнения эндоскопических исследований с внутривенной седации. Там, где есть в штате клиники и поликлиники врач-анестезиолог соответствующее оборудование наркозное, потому как любая проведенная седация может потребовать длительного нахождения пациента в клинике под наблюдением врача-анестезиолога. Невозможно в любой поликлинике это организовать. Но, тем не менее, в большинстве клиник это возможно. И при наличии показаний, при отсутствии противопоказаний пациент может быть обследован из седации. Но это все-таки желание пациента, если противопоказаний нет. Есть у вас такие, кто говорит, что мне не нужно? Да, есть желание пациента. Есть такие, которые говорят, что мне не нужна седация. Их очень много. Вопреки расхожему мнению, что, как я уже говорил, колоноскопии, например, это невероятно болезненная процедура. Многие пациенты, имея положительный опыт, проходя ранее колоноскопию, убеждившись в том, что это для них не какое-то невероятное исследование события в жизни, которое невозможно было терпеть, сами говорят, зачем мне наркоз, зачем я буду загружаться в сон, зачем я буду дополнительные какие-то риски на себя брать, потому как все-таки соглашаясь на наркоз, пациент тоже должен понимать, что есть возможные риски развития осложнений, о которых независимо, их обязательно уведомит врач-анестезиолог. Если я раньше проходил, и мне было все нормально, многие пациенты отказываются и идут на колоноскопию без внутривенной седации. А вы знаете, интернет сообщает, что самое эффективное исследование прямой кишки – это руками. Ну, интернет много чего сообщает, в частности, может и сообщить еще о том, что есть некоторые виртуальные методы, виртуальные колоноскопии. Совершенно верно, хотел об этом вас тоже спросить. Но на самом деле ничего лучше, чем визуализация, пока еще человек не придумал. И если вы на свои обычные органы чувств посмотрите, то вы поймете, что по большей части информацию мы с вами воспринимаем от зрения. Не от слуха, а именно от зрения. Не от тактильных ощущений, как это, например, у слепых людей, а именно от зрения. Вот в медицине все точно так же. Методы, которые позволяют визуализировать объект, они наиболее информативны. И визуализировать объект именно под прямым исследованием, под методом прямой визуализации. То есть когда мы непосредственно видим то, как объект существует. Ни рентгеновские лучи, ни ультразвуковое отражение этого объекта на экране монитора, а именно видеокамера, которая показывает нам непосредственно, что происходит внутри человека. Ничего более ценного пока при исследовании желудочно-кишечного тракта, именно толстой кишки и желудка, никто не придумал. И, в частности, и тонкой кишки. Кстати говоря, есть методики исследования заболеваний тонкой кишки рентгеновские, но они имеют гораздо ниже чувствительность к выявлению заболеваний, чем, например, видеокапсульное исследование, которое в нашей клинике выполняется. Человек глотает капсулу, оснащенную видеокамерой, и эта капсула по беспроводной связи на ресивер, на поясе человека, передает информацию. Но это очень узконаправленное исследование, которое нужно при определенных проблемах в желудочно-кишечном тракте, такие как болезнь крона, например, или подозрение на опухоли тонкой кишки, что бывает очень редко. Но, тем не менее, возможность такая есть. То есть это не альтернатива все-таки колоноскопии? Капсульная эндоскопия однозначно не альтернатива ни колоноскопии, как бы это никто не писал в интернете. Ничего лучше, чем колоноскопия для исследования толстой кишки, ничего лучше, чем гастроскопия при исследовании желудка, пока на сегодняшний день человечество не придумало. Не только в нашей стране, а вообще в мире пока ничего, никто другого, лучше и более точнее не придумал. Ну и надо, наверное, сказать, что во многих клиниках, если не во всех, сейчас есть возможность сделать эти две процедуры за один раз. То есть человек спит, ему посмотрят желудок с помощью ФГДС и посмотрят кишечник. Правильно или я ошибаюсь? Во многих клиниках это есть. В нашей клинике это на потоке. Мы стараемся, наоборот, даже пациентам, которые приходят, например, к нам на исследование толстой кишки, если они приходят с наркозом, мы им говорим, вы желудок когда-нибудь смотрели? Нет, не смотрел. Мы говорим, может быть, тогда сразу и посмотреть, пока вы будете спать. Многие говорят, да, конечно, давайте лучше я сразу посмотрю, чем я потом пойду, например, без наркоза. Но это же по очереди делается. Конечно, по очереди. Хорошо. Ну а теперь мы подошли, наверное, к самому главному. Почему же так важно делать колоноскопию? Что вы там видите? Вот получается, что камера идет по кишечнику, доктор на экране видит кишечник изнутри. Что он может там найти и что важно не просмотреть? Ну, найти мы можем запущенные формы онкологических заболеваний, что всегда нас очень сильно расстраивает, особенно если речь идет о молодых пациентах, потому что мы понимаем, что без хирургического лечения в данной ситуации пациент не обойдется. А наиболее важно нам найти именно предрак, то есть работать на опережение, не давая развиться онкологическому заболеванию. Предрак – это полипы. Ну, если так вот условно для наших телезрителей это объяснить, чтобы всем было понятно, это полипы. Полипы тоже бывают разные в зависимости от гистологического своего строения. Бывают менее опасные в плане риска развития онкологии из них. Бывают более агрессивно протекающие и более часто малигнизирующиеся. Но, тем не менее, любое новообразование, доброкачественное, оно потенциально несет в себе риск развития онкологического заболевания. И важно проходить регулярные исследования, не делать исследования, например, сделали и сказали, я один раз сделал в 45 лет и больше не пойду, я же сделал в 45 лет. А именно регулярных делать, потому как… Насколько регулярных? Ну, вообще мы рекомендуем делать это раз в год, раз в два года. Ну, вот и говорили раз в 10 лет. Нет, раз в 10 лет я такого не говорил. Не вы. Потому как 10 лет – это очень большой период времени. Есть такое понятие, как интервальный рак. Интервальный рак – это который возник между колоноскопиями. Например, сделали колоноскопию в 2020 году, а в 2022 году пошли на колоноскопию, а там запущены формы онкологии находятся. То есть понятно, что рак не растет на пустом месте, он развивается из полипа. Значит, в 2020 году, скорее всего, где-то не выявился маленький полип, который за эти два года вырос и превратился в онкологию. Чем меньше у нас период между скринингами и исследованием, тем больше вероятность того, что мой вот этот полип, который на первой колоноскопии был 5-миллиметровый, а через год стал сантиметровый, мы через год, скорее всего, его увидим. Надо сказать, что несмотря на то, что исследование это высокоточное, есть очень много факторов, влияющих на качество диагностики, и мелкие полипы, они могут скрываться, например, за кишечным содержимым в результате некачественной подготовки. Мы здесь в этой ситуации с пациентом делаем одно дело. Пациент должен качественно подготовиться к исследованию, чтобы мы это исследование качественно произвели. Заключается ответственность пациента в том, что он 2 дня до исследования должен соблюдать определенную диету, которую мы рекомендуем при обращении в нашу клинику, мы даем памятку, как подготовиться. И это, надо сказать, определенная дисциплина для пациента, когда хочется съесть то, что запрещено, а это запрещено, и 2 дня нужно немножко себя брать. 2 дня уж не так много. Ну не так много, но не все могут себя поддержать в рамках. От этого зависит качество подготовки, с которой пациент придет к нам, а от качества подготовки зависит то, спрячется ли от нас что-то, или мы все-таки все увидим в процессе исследования? Хорошо, вы увидели полипы, но вы же, наверное, не всегда возможно визуально определить доброкачественность этого образования, или это сразу видно? Современное оборудование, которое установлено сейчас во многих больницах Самарской области, во многих поликлиниках Самарской области, центрах амбулаторной и онкологической помощи, в нашей больнице однозначно, позволяет уже на этапе просто визуального осмотра образования определиться не просто с потенциалом злокачественности этого образования, а практически точно определиться даже с его гистологическим строением, потому как современные классификации эпидемиальных образований, которыми пользуются врачи-эндоскописты, они настолько точно отражают папиллярный сосудистый рисунок образования, который можно, сопоставив с определенными признаками гистологического типа опухоли, определиться уже при эндоскопическом осмотре с тем, что мы имеем в дело. Во всяком случае, онкологию и неонкологию мы уже при визуальном осмотре очень четко отличаем. И опытный врач-эндоскопист, владеющий методиками колоноскопии, гастроскопии и современным знанием классификации, литературных данных, уже нагласно может определиться, чем он имеет дело. Если врач видит, что это не злокачественное образование, то во время проведения процедуры оно сразу же удаляется? Амбулаторно мы удаляем до сантиметра образования определенного типа, до сантиметра образования мы можем амбулаторно. То есть амбулаторно – это когда пациент нигде не лежит. Пришел на исследование и уходит домой. До сантиметра мы образование в толстой кишке удаляем. Более сантиметра мы все равно стараемся взять изначально биопсию. То, что мы удаляем, мы обязательно забираем на гистологическое исследование, потому как одно дело визуальный осмотр, другое дело осмотр врача-гистолога в микроскоп. Это немножко другое. Никто не отменял гистологическое подтверждение. Если мы видим более одного сантиметра, такие образования, как правило, требуют уже стационарного наблюдения пациента. В такой ситуации мы берем гистологию, убеждаемся с тем, что мы удаляем образование определенного типа, и пациенту назначаем день, он приходит, ложится кратковременно в стационар и удаляем. Это сделано именно для того, чтобы максимально обезопасить пациента от развития нежелательных явлений, каких-то осложнений после удаления новообразования. Я думаю, что все наши зрители понимают, что любое удаление у человека какого-либо объекта в организме несет в себе риск развития осложнений. Пусть этот риск очень маленький и не превышает одного даже процента, но даже если этот риск один процент, лучше мы перестрахуемся, пациенту положим в стационар, для того, чтобы наши коллеги-хирурги за этим пациентом понаблюдали и нас подстраховали, не дай бог, на случай развития нежелательных явлений. Другое дело, что бояться развития осложнений носить у себя в организме полип, который был ранее найден, но это совсем неправильно, потому как у любого новообразования есть потенциал злокачественности, рано или поздно он этот потенциал реализует. Вопрос лишь времени. Но вы заранее договариваетесь с пациентом, что если что-то находите, то при возможности сразу же… Мы со всеми пациентами перед исследованием все обговариваем. Пациент подписывает информированное добровольное согласие, в котором перечислены все возможные риски. Мы все рассказываем пациенту от начала до конца, и каждый пациент принимает решение для себя сам. Да, мы удаляем, да, я в случае чего готов остаться, лежать в больнице. Конечно, это все мы информируем пациенту. Ну и все-таки если человек приходит поздно, то есть вы увидите то, что уже при этой процедуре точно удалять не будете, и что это уже злокачественное образование, что дальше? Если образование злокачественное, мы его подтверждаем гистологически, забираем биоматериал для того, чтобы наши коллеги-гистологи определились прежде всего не с тем, злокачественным, но или доброкачественным, потому как не бывает в медицине белого и черного. У любого цвета есть еще оттенки, может быть, черный в белую полосочку или белый в красные кружочки, условно говоря. Также онкология, она не бывает одинаковой, есть понятие степени злокачественности, врачи-гистологи выставляют эти, проведя исследование, выставляют нам заключение, которое показывает, насколько опасна та опухоль, которую мы выявили. И от этого уже зависит тактика, которую определяет врач-онколог. Такой пациент отправляется к врачу-онкологу, и уже дальнейшую тактику определяет врач-онколог, оперирует пациента, либо назначит химиотерапию, сначала оперирует, потом химиотерапия, либо наоборот, сначала назначается химиотерапия курса. Ну, нетрудно представить, что всегда горько, больно и обидно, когда уже человек приходит поздно, да, на процедуру. Это очень неприятно, и как для человека, и на самом деле для нас. Есть определенное мнение о том, что мы ко всему привыкли, уже нас ничем не удивительно, но на самом деле мы каждого такого пациента тоже пропускаем через себя, так или иначе мы видим расстройство людей, видим слезы, поэтому на нас это тоже накладывает свой отпечаток. Именно поэтому мы сегодня с вами обсуждаем эту тему, которая очень важная, о которой не принято, к сожалению, в нашем обществе говорить, о которой принято стесняться, а стесняться ее совершенно не нужно. Нужно просто вовремя сделать шаг к здоровому образу жизни и к диагностике своего собственного организма. Ну и, собственно, заканчиваем сегодняшний разговор. Мы видим и посылом о том, что спасение утопающих – очень банальная фраза, да, но все-таки, тем не менее, с призывом быть внимательнее к своему здоровью. Однозначно нужно быть внимательнее к своему здоровью, однозначно не нужно бояться врачей, однозначно не нужно бояться каких-либо исследований и помнить, что любой живой врач, он гораздо лучше, чем неживой, безграмотный интернет. Если у вас есть какие-то опасения, приходите на консультации, подойдите к своему лечащему врачу, обратитесь в вашу поликлинику по месту жительства. Не бойтесь, пожалуйста, врачей, мы не кусаемся, мы расскажем, как нужно действовать в той или иной ситуации, подскажем. Не обращайтесь, пожалуйста, к услугам интернета. Это вредно, как мы выяснили сегодня за передачу. И может в будущем отразиться нежелательно на вашем здоровье. Ну и самое главное – будьте здоровы. Благодарю вас, доктор. Спасибо, что были с нами эти полчаса. Увидимся ровно через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова